Спасибо, что вы с нами на программе «Влияние». Я знаю, что вы будете благословены, как и всегда, до этого вечера. Или утра, в зависимости, где нас. Вы принимаете, я очередного гостя имею. Мне говорят, старайся не применять слово, что дебют на канале. Поэтому я стараюсь не применять. Впервые на телеканале. Да, меня зовут Павел Рындич. Да, Павел Рындич зовут меня. Думаю, вдруг, если я дебютант, то, может, вдруг сделайте ошибку в моей фамилии, в имени. Такое бывает. Поэтому я решил помочь. Я с Нижнего Новгорода. Нижний Новгород – это Россия, если знаете. 400 километров на восток от Москвы. И, кстати, я сразу вас выкупил, что вы в России давно не были. Потому что вы говорите «имею гостя». По-русски звучит «у меня гость» или «у нас сегодня гость». И плюс к этому «я шокаю». А, шокаете? Я шокаю, да. Серьезно? Ну, у вас интересно, здесь язык сформировался. Конечно, такой иммигрантский, русско-украинский с американскими словами. Вообще, понятие социальное в том смысле, что языку трудно указывать. Он сам в обществе растет, как он хочет. Поэтому мне интересно быть на вашей программе. «Велкам», как мы говорим «велкам». Кстати, по языку. Попал я к этим же москвичам. Какое-то время прошло, я служил. Есть такой Сергей Васильевич Ряховский. Прекрасный, его знаю. Мой друг и даже наставник. Даже наставник. Вы, кстати, в одном союзе. Да, да. Я являюсь его заместителем по Примволжскому федеральному округу. А здорово. Со столицей в нашем городе Нижнем Новгороде. Вау. Так вот, попал я к нему с проповедью. Я временами служу словом. Попал я к нему. Ну, и меня предупредили. Это Москва. Да. И москвичи. Следи за речью. Я старался, чтобы угодить москвичам и россиянам, я старался штокать. Что? Штокать, ага. А я же украинец. До корней волос. От прародителей. Зачем тогда вам штокать? Так, нет, мне сказали, ты же наблюдай за речью, потому что москвичи процеживают комара, глядя на ваше шоканье украинское. И я старался иллюминировать шоканье. Потом, то есть, первых 10 минут, наверное, из 40 минут я держался молодцом. Все было просто прекрасно. Я что, 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 что. И я чувствую, у меня тема была обращение блудного сына. И я чувствую, что это не мое. И я чувствую, что инородное. И я слышал внутри вразумление просто от Духа Святого, Юрий не играл артистно. Это не твое. Это даже неправильно. Потому что ты приходишь на территорию языка, который твой неродной язык. И ты начинаешь как бы пытаться копировать его, зная, что это не твой. Не твоей территории и так далее. Даже по этому поводу шутка есть, что люди приезжают в Москву из провинции и их спрашивают, ты кто? А он хочет показаться, что он москвич. И он говорит, я москвач. А его друга спрашивают, и ты москвач? Он, да, я друг Явоный. Ну и все понятно. Лингвистика. Да. Итак, первых 10 минут, а я же знаю, мне предупредил Сергей Васильевич, Нина сидит спереди о том, что неверующие люди в зале. Ну и говорит, если Бог поведет тебя, призвы к покаянию. То есть вот такое. Ну и обращение блудного сына. Прекрасная тема для проповеди. И я решил отбросить все условности в сторону. И уже со своим шоком я и пошел до конца проповеди. Бог благословил церковь, то есть и использовал меня как осла. Осла в свое время использовал, только осел был безымянный. А этот... С именем и фамилией. Я не сказал, что я осел, это некоторые подумали. С именем и с фамилией. Потом кончилось служение, меня сразу Сергей Васильевич в аэропорт с Нина везут. И говорит, слушай, первые 10 минут, мы измучились. Это не ты. Прекрати. Я уже хотел сказать, Юра, будь самим собой. Это же не ты, не играй артиста. И потом, говорит, когда оно пошло, и говорит, я аж свободно вздохну. Я говорю, Сергей Васильевич, мне же твои сказали. Предупредили. Да, говорит, зачем ты? Кого ты слушаешь? Я к тому, что москвичи и россияне это особо. Это мы так отходим в сторону. Ну, хорошее вступление, я думаю, хорошее. Совершенно верно. О себе. Да. Твое обращение. От праждителей ли ты христианин, или вот как Бог поставил тебя в служение и прочее. Да, спасибо, Юрий. Хороший вопрос. И мне всегда приятно, потому что каждый раз наше обращение, встреча с Богом, это всегда своя, как непрочитанная книга. И люди всегда с интересом, конечно, слушают. Но я не хочу сказать, что здесь будет свидетельство. Но, вы знаете, я из язычников, как и вся наша церковь, и у нас церковь в Нижнем Новгороде сегодня называется Библейский центр посольства Иисуса. Плюс ко всему у нас своя ассоциация, которая сейчас насчитывает 25 церквей и 17 революционных центров. Это региональная ассоциация? Она не региональная, она всероссийская. То есть по России. По всей. У нас сегодня, на данный момент, 17 революционных центров для наркозависимых. И еще есть несколько филиалов по миру. То есть мы начали миссию церковь посольства Иисуса в городе Янгон, это Мьянма. Работаем там с молодежью. Потом мы поддерживаем пасторов на Кубе. У нас там миссия. Но это не посольство Иисуса, а просто наша добрая воля помогать пасторам на Кубе. И один революционный центр на территории Израиля, в городе Хадера. Вот это то, что Господь как бы через нас сделал за эти 24 года. Началось служение. Я вырос в типичной российской семье, где мама учительница, папа алкоголик. Ну такая типичная. И покаялся я чисто не исходя из каких-то проблем. Знаете, как многие каются, потому что какие-то проблемы, душевные стенания или зависимости. Нет, я покаялся чисто из размышлений. В начале 90-х годов вот с таким вопросом, как большинство людей в детстве задаются, для чего я живу. Но что интересно, вот кстати интересный момент, что я вырос в пригороде города Нижнего Новгорода, называется Бор. А в 64-м году вышел интересный фильм против сект. Если вы слышали «Тучи над Борском». Вот если кто был верующий в 60-е годы, вышел страшный такой пропагандистский черно-белый фильм с Чуриковой в главной роли, кстати, известной актрисой. Вот, «Тучи над Борском». И фильм снимается в том городе, где я вырос, город Бор, пригород. И только изменили название. Борской. А наш город реально называется Бор. И снимался в городе Бор. Но по иронии судьбы, вот после этого фильма выкосили всех сектантов там. И я рос в этом городе. Я вообще не слышал тут такие баптисты и пятидесятники. Но как-то помню перед институтом еще, задумываясь, я решил разобраться реально, к чему я живу. Конечно, ты начинаешь с философии. Не с Библии, а просто с философии какой-то. И мне попалась одна из первых книг. Она была книга Артура Шопенгаура. Я не помню до сих пор ее название, но помню, там излагалась его философия. Что жизнь человечества бессмысленна. И Артур Шопенгаур придерживался философии. На немецком она называется «Depression philosophie». Или «Философия депрессии». Он говорит, в мире ничего не имеет смысла. Ничего. Солнце взошло, она зайдет, ребенок родился, он умрет. Брак появился сейчас, это все равно горе. Поэтому все кончается плохо. А значит, у ничего нет смысла. И радоваться нет смысла никакого. И говорит, у жизни тоже нет смысла. Потому что все умирает. И у земли нет смысла. Она погибнет однажды, так или иначе. И все будет плохо. И кто-то ему говорит, ну Артур, если ни у чего нет смысла, тогда возьмите, застрелитесь. Он говорит, я бы застрелился, но в этом тоже нет никакого смысла. И я помню, эта депрессия, она прям реально стала стучаться в мое сердце. И я уже думал, ну а как жить с этой мыслью. И накануне в армии, служа в армии, мне подарили не Новый Завет, а книжечку, это было Евангелие от Луки. Я стоял на посту в Германии, это был 90-й год. И мне дали немцы гражданские эту книжечку. Человек говорил со мной по-русски. Я взял ее, и на следующий день нам офицеры сказали. Говорят, сдайте всю литературу, потому что она против нашей страны, против нашего президента. И я подумал, ну если против нашего президента, тебе более надо почитать против нашей страны. Я что, не считал? Я ее спрятал, стал читать, ничего не понял. Вот сейчас, как пастор, я уже осознаю, насколько сложно, вот как тот Евнух, который читал книгу Исаии, и ему говорит апостол, говорит, ну что, ты понимаешь, что читаешь? Он говорит, ну а как я пойму, если никого не будет объясняющего? Вот я это пережил сам. Ты читаешь текст, ты понимаешь, что это Новый Завет, ты понимаешь, что это Библия, но ты не понимаешь совершенно ничего. Ни спора с фрисеями Иисуса, о законе Моисеевым, полная тьма. Но внутри, где-то в сердце, я подумал, все-таки это Слово Божие, и мне нужно его хотя бы принимать, как есть. Прошло три года после этого, я так ничего и не понимал после этого, и покаялся совершенно банально. Меня пригласили в Пятидесятическую церковь, просто на богослужение, на домашнюю группу. Я пришел, покаялся, помню до сих пор эту проповедь первую, вышел домой, как будто бы что-то сверхъестественное сошло на меня настолько сильно, что я думал, вот я родился заново. Я тогда еще не знал, что в Евангелии от Иоанна, в третьей главе написано, что надо бы вам родиться свыше. Я не знал этого слова, но ощущение уже тогда пережил, вот это глубокое ощущение переживания. И придя сразу в университет, сразу на уроке, я помню, подвергся агрессии со стороны преподавателей, это уже были 90-е годы, то есть Советский Союз прошел, да, уже была свобода, но преподаватели все равно остались старой закалки. Это все были воспитанники еще советских времен. И помню, как будто цель была, но только не уже кагабийскими методами, а чисто убедительными, доказать этому молодому студенту, который только вот пришел, и вдруг верующий как-то оказался, а я был горячий, я проповедовал, читал Библию, и вот, и помню, как один преподаватель мне сказал, я легко разрушу твое представление, есть такое понятие, как Теодицея. Знаешь, что это такое? Ну, а я что, мне 21 год, какая Теодицея? Я только вот Новый Завет стал читать. И он мне говорит, это глубокая вилка, на которую не ответил ни один верующий. И говорит, смотри, Бог может создать такой камень, который сам не может поднять? Ну, старая тема. И я помню, правда, в тупик меня поставил, и вся аудитория смотрит, и он говорит, ну что, Бог не может создать, либо не может создать, не может поднять. Я что-то вот в тупик пришел, и сам не знаю как, у меня как-то раз изо рта само выходит, и я говорю, вы знаете, вот он не только может, он уже создал, вот он вас создал, и вы этот камень, он вас создал, а поднять вас не может. Потому что вот ваша философия, она свободного воли. И вы что-то говорите там, и вы творение Божие, а со свободной волей Бог вас изменить как будто не может. Ну, как-то интересно, я сам себе ответил, и вернулся к философии вот этого Артура Шопенгаура. И когда я принял Христа, я вдруг понял, интересную вещь, что Шопенгауэр был бы прав, вот если бы не было Бога. Но когда Бог есть в мире, то тогда, наоборот, все приобретает смысл. Если солнце зашло, оно опять поднимется. Если зима пришла, опять будет лето. И человек умер, он воскреснет. Земля погаснет. Но какие были сильные слова в конце Библии, когда я прочитал, что Бог создаст новое небо и новую землю. И вот с этого момента, так скажем, началась моя жизнь. И я начал прямо там, среди студентов, начал собрание. Вот мы просто вместе читали Библию. Когда мы доросли, человек до 50, наша группа в университете, люди сказали, ну, давай как-то искать какого-то пастора среди нас. Ну, как-то это должно же. Кто-то уже читал книжки какие-то, Дерека. Ну, понимали, что такое пастор. То есть, знали, что чуть-чуть. Да, Дерека Принца уже многие читали. Хотя и показалось, что в пятидесятнической церкви, по иронии судьбы, я потерял контакт с ней. Потому что я перешел в институт, и как-то контакт порвался. Но кто-то из наших студентов сказал, у пятидесятников вот этих ребят, там есть епископ. Пусть он придет, тебя благословит. И пришел тогда Филипп Гаврилович Шверид. Его очень верующие пожилые люди знают. Он уже ушел на небеса. И он пришел, и вот я тогда подумал, я не знал консервативных пятидесятников и баптистов. Мы никого не знали, мы были студенты во Христе. Я был год во Христе, все еще меньше. И он пришел в наше собрание, и я не знаю до сих пор, как это произошло. Там же есть правила какие-то. Мы играли уже на барабанах, играли там на гитарах. Вот там были прославления какое-то. Вот, он пришел, возложил на меня руки, благословил, и через некоторое время ушел на небеса. И поэтому, когда меня спрашивают, там, кто тебя благословлял, я говорю, Филипп Гаврилович Шверид. Они сразу, о, авторитетный брат из братства. А я понимаю, что я никогда с консервативными верующими и не сталкивался. И вот так наша церковь развивалась. Но вот интересная одна деталь, если еще есть чуть-чуть время. Деталь интересная. Прошло 15 лет, вот после моего обращения уже. Вернее, не обращения, а когда я получил Новый Завет в Германии. Я подумал, надо бы найти этих людей, кто мне подарил этот Новый Завет. Не Новый Завет, это Евангелие от Луки. Кто мне подарил? Я думаю, ну, я в Германию езжу. Я тогда заканчивал лингвистический университет, немецкий факультет. По-немецки говорил сносно. И подумал, поеду я в Германию, есть друзья, и поищу этих людей, попробую. Хотя, ну, очень странно, как найти людей, которые дали солдату на улице. Я приехал в этот город, где я стоял на посту. Через 15 лет после этого события. Приехал, это был 2005 год. Нашел Баптистскую церковь через людей. Люди подсказали. Русскоязычную? Нет, нет, немцы. Это были чистые немцы, да. Я пришел, нашел там пастора, я зашел, говорю, вот знаете, я когда-то служил здесь вот в армии, вот там казарм. Это Германия была? Германия, да, Германия. Я сказал, тут люди раздавали литературу какую-то в 90-м году. Говорю, незадолго как нас стали войска выводить. И говорю, кто? Этот пастор говорит, ну, я прекрасно знаю этих людей. Они, правда, не из нашей церкви, это пятидесятники, сказал. И говорит, знаю этих людей, могу дать их телефоны. Я говорю, знаете, из этой группы человек со мной говорил по-русски. Он говорит, о, я знаю, там только один был, русский, один. Это Вальдемар Цельмер, говорит, такой-то, такой-то, живет в городе Хофф, пастор, дает мне телефон. Я звоню своему другу, который жил в Хоффе, он говорит, о, я его тоже знаю, это мой пастор. Он означает нам встречу, у него в квартире, я приезжаю, Вальдемар Цельмер этот приезжает, через 15 лет. И мы встречаемся, конечно, мы друг друга узнать не можем, потому что они раздавали брошюру на улице. Кому ты можешь раздать? Конечно. Без разницы. Я, соответственно, тоже... И плюс к тому, помолодели вы обои, помолодели. Да, 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 ближе к небесам. И я на него смотрю и тоже не могу, как я могу знать, кто мне там досунул брошюру. Я только помню, что он мне сказал, что это тебе поможет в жизни. Вот, прими, почитай. Вот. И я сижу, и надо там идентифицировать друг друга как-то. И я помню, что на Евангелии от Луки была такая большая картина, нарисованная, картина Шишкина, Рожь. Кстати, не знаю почему, я больше ни разу таких не видел, Новых Заветов. И я ему говорю, Вальдемар, а что было на той литературе, которую вы раздавали? Ну, надо же мне все-таки узнать. Конечно. Оно или не оно. Да, он или не, тот человек сидит передо мной или нет. И он такой мне говорит, там была картина Шишкина, Рожь. И я сразу понимаю, что точно он. Я говорю, приятно как. Вот знаете, я получил, прочитал Новый Завет, покаялся, вот сейчас стал пастором. И он, ну, не то чтобы стал плакать, но у него прям слезы выступили на глазах. Он говорит, столько было людей вокруг нас, которые говорили, вы бесполезную работу делаете. Вы покупаете эту литературу за свои деньги, тратите время после работы, раздаете этим солдатам, у которых все равно они ничего не понимают. Они в лучшем случае самокрутки сделают, прокурят ваши Новые Заветы, а в худшем вообще для туалета используют вашу Божью литературу. Вы впустую тратите время. Он говорит, столько было этих голосов вокруг меня, людей, кто не верил. И говорит, и точно ни одного плода не было. И вот, говорит, я сейчас сижу, у него слезы выступили. Он говорит, не просто ты покаялся, ты, говорит, пастором стал после этого. Я говорю, Вальдемар, спасибо большое тебе. И это не конец Божьего провидения. Через два года мы покупаем здание. Это старый дом культуры в Нижнем Новгороде. Там был какой-то клуб ночной, не знаю. Мы покупаем его. Его построили пленные немцы в 1948 году, во времена Сталина. И я, когда зашел только посмотреть, чтобы купить этот дом культуры, смотрю, нет ни одного элемента советской символики. Ни одного серпа молота, ни звезды, ни комсомольцев, там никого. Думаю, странно, в сталинское время кто-то так строил. И захожу на центральном холле, фойе, на стене. Огромная картина Шишкина рожь. До сих пор это у нас там, сегодня наш храм, вот с этой картиной Шишкина рожь. Я думаю, какое провидение Божие. Как так? Первое мое Евангелие с картиной Шишкина рожь, здание картины Шишкина рожь. И по этому картине я нахожу этого человека. Поэтому надо всегда относиться внимательно, что изображено здесь. Бывает простая картинка, а за ней целая судьба. И кто может сказать сегодня, что Бога нет? Кто может возразить на такое потрясающее свидетельство, что нет Бога? Да. Или что человек произошел от обезьяны. Это вообще страшное заблуждение. Это страшно. И вы знаете, я думаю, моя лучшая библейская школа в моей жизни была именно мой университет. Там, где меня давили. Я заметил, что вот когда тебя давят, тебе приходится изучать Библию с особым усилием и отвечать на все эти вопросы. И вот тогда я укрепился в вере. Мне иногда сейчас спрашивают, чтобы стать хорошим верующим, сколько надо в школе поучиться библейской? Я говорю, не знаю, надо, чтобы тебя вот может в ад на 5 минут отпустили, и ты бы стал таким верующим, лучше, чем 5 лет в библейской школе. И вот этим некоторым адом был для меня тогда мой университет. Но наша церковь еще чем уникальна, я думаю, мы доросли до какого-то размера хорошего, уникальна еще тем, ну, не то чтобы хвалюсь, но хваляющийся хвалить Господом. То, что мы, наверное, я не знаю еще больше никого, чтобы мы вот эти студенты, выпускники университетов начали заниматься с наркоманами. И начали делать реабилитационные центры, и наркоманы к нам пошли. Почему я это объясняю? В России много церквей, в которых есть реабилитационные центры, наркозависимые, но ты не найдешь, чтобы ее основали небывшие наркоманы. Обычно наркоман освобождается через Господа, там, Святого Духа, и он начинает служение себе подобным. А вот чтобы интеллектуалы, которые были в университете, пошли к наркоманам и построили большое количество реабилитационных центров, и до сегодняшнего дня у нас такой микс в церкви, микс, люди говорят, мы даже не понимаем, приходишь в пастырский состав, все с высшим образованием, все там, и полцеркви это все нарко-алкозависимые люди, которые сидели по 15, по 20 лет в тюрьмах, как вы уживаетесь? Я говорю, ну, потому что мы нашли этот ключ, во Христе Иисусе нет ни раба, ни свободного, ни иудея, ни варвара, мы все одно во Христе. И вот, вот такая мы церковь. Здорово, здорово. Друзья, Павел Рындич. Да, спасибо. Рындич правильно сказал. Да, очень точно. Это церковь под названием посольство Иисуса. Нижний Новгород, Россия. Россия. Добавляет еще Великая Россия. Ну, это уже такие русские люди, которые намазываются такой величием. По пафосам. По пафосам, вот-вот, по пафосам. Русские любят. Я русский человек, да. Здорово. Ну, во Христе Иисусе нет, как ты говорил, ни того, ни другого. Ни украинца, ни русского. Все во Христе одно. И действительно, разве это не потрясающая картина, на одной скамье сидит и знатный, может и царь сидеть, и пастух сидеть, и депутат сидеть, и кандидат сидеть, и черный, и белый, и узкоглазый, и широкоглазый, и толстый, и тонкий, и высокий, и низкий. То есть, это действительно, как мы говорим, конгломерат, то, что является собой Царство Божие, Царство Иисуса Христа, Церковь Иисуса Христа. Это потрясающе. Вот смотри, мы с тобой впервые встретились, хотя знаем друг друга, наверное, чисто заочно. Но, тем не менее, я тебя слушаю, общаюсь с тобой, как будто я тебя пару тысяч лет уже знаю, так скажем. Приятно. Да, то есть, всегда, когда мы в Боге, когда Бог в нас, мы всегда найдем общий язык. Сто процентов. Сто процентов. К сожалению, в истории Церковь часто грешила этим, что кого-то выкидывало за пределы своего понимания. И апостол Павел как раз на этом делал акцент, да, часто. Он как раз делал акцент на том, чтобы иудеи не игнорировали язычников. Язычники, в свою очередь, не чувствовали комплекс неполноценности, читая там послание к Римлянам, послание к Галатам, мы это видим. И, к сожалению, исторически Церковь грешила этим, да, иногда там не пускала черных, например, в белую Церковь. Или мы вот как-то, бывает, делимся по национальному признаку, по социальному признаку. Богатые часто не хотели, чтобы бедные сидели с ними. Но я думаю, что мы, достигая любви, да, потому что любовь – это совокупность совершенства, Павел говорит. Если мы поднимаемся над всем вот этим земным, то точно в Церкви, вот как вы сейчас сказали, Юрий, проблем не может быть. Ну, независимо от социального статуса, цвета кожи, национальности, языка, мы всегда будем одно, будем говорить на одном языке. Поэтому Библия, она не разделяет, она объединяет, если в центре правда Христос. Она универсальна. Да. Универсализм в Библии, что каждый найдет себе место. В Библии каждый найдет себя в слове и себе. В себе он найдет место в Библии. То есть, я хочу возвратиться. Мы условились за то, что у нас будет интересная тема. Мне предупредили, что ты интересный собеседник. Поэтому, ну, так говорят, со стороны говорят виднее. Начнем с того, что мы служим Богу, у которого прекрасные математические способности. То есть, он чудесный математик. Я как-то говорил где-то, если он умножает, он умножается. Но если отнимает, говорит, отниму царство, значит все, никто ничего даже не прибавит. Или если он делится, значит делится. То есть, об этом мы чуть поговорим. У нас добрых еще 40 минут есть. Потрясающе. Потрясающе. Плэйс. Да. Вы знаете, Юрий, у меня есть такое какое-то откровение о Божьей математике. Я даже назвал бы ее математикой Божьего успеха. Успех сегодня так люди не любят использовать. Или наоборот, мирские очень любят это слово. Но мысль такая, что когда Господь сказал Адаму с Евой, сказал, плодитесь и размножайтесь, и потом наполняйте землю, обладайте ею, ладычествуйте. Но вот эти два момента, что плодитесь и размножайтесь, сокрыты два математических действия. Потрясающие два математических действия. Это плюс и умножение. То есть, прибавление и умножение. И если мы посмотрим на мир, удивительно, что мир весь работает по этому принципу. То есть, человек сначала рождает детей, то есть, у него появляется один ребенок, второй, третий. И получается как бы прибавление. Но потом дети вырастают, они сами вступают в брак. И они, начиная прибавление каждой, удивительным образом для отца, для Адама, становятся умножением. Интересно, что этот принцип, вот кажется, такая простая вещь, как малти-левел маркетинг. Или просто умножение. За короткие сроки способно, все живое способно запланить весь мир. Я простой пример вам скажу. Где-то, я прочитал в каком-то журнале, могу ошибаться сейчас в цифрах, в цифрах могу ошибаться, что одна кошка, если она рождает котят в свое время, нормальное количество котят, и проживая там максимально от 10 до 12 лет, кошка, она способна при своей жизни увидеть там от полмиллиарда до нескольких миллиардов своих потомков. И ты думаешь, как так, одна кошка, она способна это все увидеть. Где-то я вот National Geographic прочитал, и ты думаешь, слушай, это процесс просто умножения. Она просто котят родила, потом ее котят рождают, она живет как бабушка, прабабушка, и все это наблюдает очень быстро. Какой процесс. Но с другой стороны, почему мы такого количества котят и кошек не видим по всему миру? А потому что мы как люди топим, блокируем, еще что-то делаем. И тогда я увидел такой интересный момент, что сатана, все, что он хочет делать, это блокировать Божьи вот эти принципы умножения. Но когда мы знаем, что в нас заложена эта природа умножения, вот заметьте, Иисус воспитывал 12 учеников. Вот я все время думал даже, ну там есть церковь, да, которая делает видение 12, вот, делать на этом акцент. Я сам на этом тоже делаю акцент, бывает. Я думаю, какая в этом была сила? Иисус проповедовал всем, тысячам. Он проповедовал, он исцелял всех, кто к нему приходил. Но акцент, фокус, он делал на 12. И каждый раз через весь Новый Завет мы видим вот этот посыл, что ученики восхищены пробуждением, движением Святого Духа, изгнанием бесов. А Иисус им говорит, не этому радуйтесь, а радуйтесь, что ваши имена записаны в книге жизни. Как будто бы он строит на них. Петру говорит, Петр, ты камень. Почему камень? Вы заметите, он сравнивает там песок, на котором строится дом. Да, песок, говорит, дом, стоящий на песке, не устоит, а на камне устоит. О чем речь? Когда волна приходит, волна Святого Духа, волна пробуждения, она приносит песок. Потом волна уходит, и песок тоже уходит. Но камень, он всегда стоит на берегу. Незыблемо. Незыблемо приходит волна, уходит волна, и ему нужны были камни. И он как бы за три года, он пытался воспитать, научить мыслить, как мыслит Бог, смотреть на всех людей, как видит Бог, и себя воплотить вот в этих двенадцати. Которые, в свою очередь, должны были вырастить тоже учеников. Не толпу, а учеников. Иисус четко понимал, что вот через этот принцип, сначала прибавление, потом начинается элемент умножения. И если мы видим вот этот принцип ученичества, да вообще принцип во всем, в природе, что умножение всегда намного сильнее, чем просто какое-то раково растущее количество клеток. Бесформенные, неухоженные. Да, это все растет, но потом так же умирает. И если довести, мысли, конечно, довести сложно до конца, но мысль такова, что сегодня люди хотели, я бы хотел обратить внимание, что даже в бизнесе, бизнесмены, вот сегодня, я почему это смотрю, вот в России, многие люди хотят стать быстро и богатыми. Вот быстро, богатый и миллионер. И я им говорю, слушай, ты нарушаешь божий принцип. Если ты слишком быстро станешь богатым и известным, сколько я говорил даже миллионерам нашим, говорил, у тебя быстро все это тоже умрет. Потому что это противоречит даже природе. В природе все, когда прибавляется, оно сначала медленно. Дети растут медленно. Год, два, десять, двадцать. Хочешь, чтобы они быстрее рождали, но не рожают. Им нужно время. Дуб растет медленно один. А ученые говорят, если в мегаполисе дуб поставить в середине, один дуб, людей всех убрать, то уже через 300 лет не будет видно следов цивилизации, с космоса. Почему? То есть дуб растет медленно, медленно, но потом он бросит желуди. Те тоже медленно, опять бросят желуди. Медленно. Прошло 300 лет, из космоса смотришь, Нью-Йорка уже нет, уже дубовая роща. Почему? Медленно, но уверенно. И вот интересно, я могу, да, в одни ворота, а вдруг, может быть, вы что-то хотите сказать? Конечно, я тебя внимательно слушаю со зрителями. И вот в книге Исход, в 23 главе, интересную вещь говорит Господь, книга Исход, 23, 29 глава, 29 и 30 стих. Когда народ израильский входит в землю обетованную, Бог им обещает успех. Люди хотят успеха. Они хотят его в семье, они хотят его в деньгах, хотят в церкви. Хотят, чтобы церковь быстро росла. Я общаюсь с пасторами, пасторы говорят, я так хочу быстро, чтобы была большая церковь. Мужик говорит, хочу миллионером стать быстро, кто-то еще чем-то быстро. Я говорю, понимаешь, не может быть умножения без прибавления. Иисус мог сразу привести вас из Израиля к себе. И он приводил, и люди приходили. Он понимал, что в долгосрочной перспективе это будет разрушено. И вот мы видим, народ израильский входит в землю обетованную, и Бог мог сказать, все, отдаю, заходите. Но Библия говорит, 29 стих, исход, в 23 главе, не выгоню их от лица твоего в один год. Говорит Бог, не дам тебе успех быстро. Ну, не дам. Израиль, почему не дашь? Что тебе трудно? Вот трудно тебе дать мне огромную церковь сразу. Трудно сделать меня миллионером. Ну, трудно тебе, что ли, вот сразу в один день вырастить моих детей. А Господь говорит, чтобы земля не сделалась пуста, и не умножились против тебя звери полевые. Бог показывает как бы две вещи. Он говорит Израилю, Израиль, если я быстро дам тебе, земля будет пустая, когда ты захватишь. Что значит земля? Это пустой характер, прообраз. Ты еще не успел, ты захватил много, а удержать не можешь. И вот этот принцип я почему-то заметил во всем мире. Человек может за одну ночь стать, правда, миллионером. И в истории такое бывает. Певец спел какую-то песню, и все, и стал за одну ночь уже все суперзвездой. Актер снялся в фильме, стал суперзвездой. И заметьте, именно эти люди, как правило, участники самых ярких скандалов, самых ярких каких-то разнузнанных историй. Ну, смотришь всегда. И в точности наоборот. Я приезжаю как-то в Швейцарию. Мне представляют одного мультимиллиардера в церкви. И я на него смотрю, я поверить не могу. Сидеть на том же ряду со всеми людьми, ездить на обычной машине. И ты думаешь, в чем разница? А понимаешь, что этот человек заработал свои миллионы долгим путем. Вот именно пониманием роста и умножения. Павел, в тему. Ты мне разрешил перебивать. Пожалуйста, я рад. В тему. Буквально недели, может, 3-4, около месяца назад прислали мне раскладку десяти человек в Америке. Здесь же идет постоянный розыгрыш лотереи. Десяти привели. Это американская периодика еженедельно. И один из авторов этой публикации, он, как он пишет, это я вспоминаю, он пишет, говорит, что я взял на себя смелость, постарался вычислить, что же случилось с десятью человек, американцев, те, которые выиграли большие суммы деньги. Джекпот взяли, да? Да, джекпот. Первый поставили тот, который выиграл 300 с чем-то миллионов. И пишут. Прекрасный был человек. С Флориды, кстати. Я запомнил двоих. Там десять. На первое место поставили... Был баптистский проповедник. О, служитель. Да, служитель. Было ему от роду 58 или 59 лет. Сейчас вот точно не помню. Ну, в таком возрасте, молодом, скажем. Значит, пятеро детей. Хорошая церковь. Баптистская церковь. Около 30 лет нес служение в церкви. То есть, ну, довольно-таки успешный. Уже мыслил готовиться через пару лет на пенсию. Передать служение молодому. До тех пор, пока не выиграл 300 с чем-то миллионов. Очень интересно, чем история кончилась. Настолько печально и трагически. Это просто нельзя сказать архикомедия. Но на радостях попал в искушение. Выпил где-то там. Вот выпил где-то. Выпил. Поймала полиция. Арестовали. Надели наручники. Ну, выпустили. Для него не было это предостережением. Кончилось тем, что начал утаивать от своих друзей и от своей семьи о том, что он 300 миллионов имеет. Начал утаивать. Но это еще не конец. Пошли склоки в семье. Дети восстали против отца. Ну, типа, папа, чуть-чуть поделись. А он говорит, заработайте сами. Семья от него отреклась. Извинительно. Да. Подошли к нему братья с братского совета. Говорит, нам там надо парковку достроить или там что-то поменять. Он говорит, сделайте сбугр в народе. Кончилось, что он ушел со служения. Он стал алкоголиком. Жена подала на развод. И задают ему вопрос. Через два или три года. Он говорит, слушай, как ты себя чувствуешь сегодня? И сравни, как ты себя чувствовал до того, как у тебя было 300 миллионов. Он говорит, я ни о чем так больше не жалею, как о том, что я выиграл 300 миллионов. Ой-ой-ой-ой-ой. И он, в конце концов, он потерял все деньги. И вот он сидит у разбитого крыта. Второй пример. Черная, чернокожая. Была на Велфере. Она постоянно получала социальное пособие. То есть, ну, есть Велфер такой. Да-да, я прекрасно знаю. Она выиграла 120 миллионов. Четверо детей. 120 миллионов. И все эти четверо детей от разных мужей у нее были. Ну, так история говорит. Она выиграла 120 миллионов. Через шесть лет у нее остался ноль на аккаунте. Она попала к опре Винхри. Опра знаменитая. Винхри, да-да-да. Ведущая. Ведущая, знаменитая. И та задает ей вопрос. Так и так. Ну, как ты докатилась до такой жизни? Тебе ж было 4 или 5 лет назад 120 миллионов. Говорит, с чего ты начал? Ну, говорит, я на 400 тысяч накупила себе сумочек. Она, да, сумочек. Потом я купила себе большой, огромный дом, особняк за 12 или за 14 миллионов. Потом я купила себе 7 или 8 автомобилей. То есть в течение первых 5 или 6 месяцев она начала тратить. Потом, говорит, потом пришел бывший мой бойфренд. Бывший мой бойфренд. А он был наркозависящий. Дилер не просто. Бывший мой френд. Который сказал, слушай, меня могут посадить. И если меня посадят, ты сможешь меня выкупить? А, говорит, у меня к нему были чувства. И я ему сказал, я тебе обязательно выкуплю, у меня есть деньги. Кончилось тем, что его посадили. И был этот, когда предстоящий суд был, как они у нас говорят, Бейл. Ты можешь выкупить. И до того времени, пока будет суд, то есть эти деньги будут залогом, что ты возвратишься уже, когда будет судебное разбирательство. Попросил судья, говорит, ты много раз был, тебя ловили много раз, 3 миллиона имеешь? А она, говорит, ему шепчет, да, имею. Значит, его выпустили. Она делала залог, дают залог 3 миллиона. Значит, но в течение месяца, если ты дал залог, ты не имеешь права никуда больше, ну, влипнуть не имеешь права. Потому что, если ты влип, ты теряешь 3 миллиона. Она потеряла 3 миллиона. Его судят обратно. Судья говорит, слушай, ты прогорел первых на 3 миллиона, я тебе этот раз даю 6 миллионов. И она опять платит. И она платит 6 миллионов. Я тебе дам, если тебе будет интересно, я ссылку дам на эти статьи. Мне очень интересно. И она опять платит вторые 6 миллионов, уже 9. 6 миллионов, он опять через полтора месяца опять в наркотики влияет. Она третий раз дала, остальные 3 миллиона, 12 миллионов потеряла. На ровном месте. На ровном месте. То есть, я к чему? То есть, это я. Это к слову о том, как ты говоришь. Пустой характер. Совершенно. Человек не был готов ни своими руками, ни заработать. Одно дело, когда мир скучил. Другое дело, когда человек, будучи в служении, теряет, имеет такое фиаско. Потрясающе, катастрофическое. Продолжай. Я думаю, что у каждого человека есть свой предел, который он должен преодолеть. Удержать сначала вот это. Умение удержать свою семью. Сколько-то лет. То есть, потом уже ему легче преодолевать искушение. Потом удержать свое служение. 100 человек, 200. Писание говорит, там, раб, если над малым ты был верен, над большим поставлю тебя. Есть принцип постепенного сначала роста, потом умножения. И Бог говорит им, евреям, да? Он говорит, не дам тебе в один год успех, потому что земля будет пустая. Но второе, он говорит, восстанут звери полевые против тебя. Звери полевые – это прообраз обстоятельств, которых нет пощады. То есть, человек, который захватил эту огромную территорию, как эта вот женщина, да? И вдруг приходят жизненные обстоятельства. И уже у жизненных обстоятельств у них нет никакой милости. С человеком можно поговорить, кого ты обидел, он может проявить милость. Но реалии жизни, они не имеют никакой милости. Кстати, у нас вот в России был один бизнесмен, я без имен оставлю, он известный бизнесмен. Он когда стал тоже миллионером, очень за короткий срок, и он стал выступать на телевидении, и так себя вел безобразно, оскорблял там всех остальных, у кого нет миллиарда. Он говорил, у кого нет миллиарда долларов, то вы просто там ничто. И его посадили в тюрьму через некоторое время, тоже известный персонаж в России посадили. И удивительно, что те люди, с кем он работал вместе, они тоже подали на него в суд, чтобы он возвратил им долги с процентами. И один из них, из этих людей, был очень богатый человек, и ему должен был первый персонаж несколько миллионов долларов, что для второго это копейки. И журналист его спрашивает, говорит, ну зачем, вы знаете, что он так в тюрьме, и так у него уже ничего нет, и вы продолжаете его уже мучить в тюрьме своими долгами. И второй говорит, дело в том, что когда мы были с ним партнерами, он так унижал меня, так издевался надо мной, что сегодня мне эти деньги правда не нужны. Это вопрос принципа, чтобы он почувствовал, что когда ты на высоте, не плюй на тех, кто внизу, ты с ними обязательно встретишься, когда будешь спускаться. И вот здесь Господь показывает этот принцип, что говорит, не дам тебе успех в один год, потому что земля будет пустая, характер пустой, как, знаете, у детей миллиардеров или детей олигархов, они всегда винут себя безобразно. И говорит, а второе, звери полевые обстоятельства придут и съедят весь твой успех. Но он дальше говорит 30 стих. Но мало-помалу буду прогонять их от тебя. Он говорит, мало-помалу. Вот очень важный принцип. И мало-помалу имеет принцип не просто вот мало-помалу, а именно стабильный рост. То есть степ-бай-степ, как мы говорим. Степ-бай-степ, это прибавление, как с чего мы начали, математика Божия. Но честь любить плюс. Просто прибавляется. Один ребенок, люби его. Второй ребенок, люби. Третий ребенок, люби. В церкви один прихожанин пришел, второй, третий, люби. Воспитывай учеников. Все постепенно. Деньги пришли. Вкладывай потихоньку свой бизнес. Люби свой бизнес потихоньку. И говорит, мало-помалу буду прогонять их от тебя. Доколе ты, начинается написано, доколе не дойдешь до состояния умножения. Пока ты не придешь в состояние, когда вот этот твой плод начинает уже сам размножаться. Потому что ты заложил в него настоящий фундамент. И вот это был принцип, который, кстати, повлиял, даже незаметно, повлиял на целый весь протестантский мир. Вообще, вы знаете, мне как человеку русскому, выросшему в нашей культуре, в российской, было удивительно попасть в Швейцарию впервые. Я, помню, приехал, будучи переводчиком в 90-х годах, а потом все больше общался с верующими людьми. Я сейчас не превозношу страну, как Швейцарию, ни в коем случае, чтобы люди это не прочитали. Но интересный момент. Когда я ознакомился со швейцарской реформацией, она была параллельно вместе с немецкой реформацией, Мартин Лютер в Германии, а там были деятели, ну, первый самый деятель яркий, это был Ульрих Цвингли. И Ульрих Цвингли заложил интересный фундамент для целой психологии протестантского мира. Он говорит, работайте и молитесь. То есть он закладывает такую мысль, что да, мы должны как верующие молиться, но еще работать своими руками. Надо сказать, что в 16 веке Швейцария была самая нищая страна Европы. Не одна из нищих, а самая нищая страна. Почему? Потому что люди жили от земли, от сельского хозяйства в основном. А что такое Швейцария? Это горы, это Альпы. Холодные горы, и нечего с них взять. Урожаи безобразные. По этой причине молодежь швейцарская шла в наемники в армии других королей и воевала за деньги. Удивительный тоже исторический эпизод, что швейцар, слово такое швейцар, стоит привратник в дверях. Это осталось от того, что всегда швейцарец, охранник стоял где-то у таверни, охранял. И оттуда с этих пор остался швейцар. Потому что швейцарцы, они до сих пор служат в гвардии Папы Римского, именно швейцарцы. То есть это были наемники всегда. И Улиф Цингель говорит, почему вы отдаёте своих детей в наемники? Потому что вы не можете прожить на этой земле. Но он говорит, если мало-помалу вы будете обращать внимание на то, что Бог вам здесь дал на этой земле, он всё это размножит. И народ возмущался, говорил, как? У других есть земля, у других есть ресурсы, у нас холодный снег, холодные Альпы. И Улиф Цингель, его ученики, многие там Буллингер, там много имён, позже Жанн Кальвин, они принесли эту мысль, что Бог даёт тебе что-то небольшое, но ты шаг за шагом, мало-помалу, приумножай это так, чтобы однажды оно размножилось. И потом мы смотрим на экономику Швейцарии. Смотрите, удивительно, что выпускает Швейцария, за что её люди знают, чисто экономически. Сыр, ножички швейцарские, часы, шоколад. Так ведь? Вот в основном что? А что такое сыр? Что, коров нет что ли в России? Коров нет в Грузии, коров нет в других странах. Есть коровы, но почему-то швейцарский сыр лучший. Потом, ножи. Что трудно делать? Ножи. Кто сравнится с сирийской сталью, с арабским миром, который выпускал хорошие мечи и сабли, но швейцарские ножи до сих пор самые лучшие. Часы, много электроники выпускали швейцарцы. Теперь к чему я веду? Люди поняли во времена реформации, что я должен быть лучшим в том малом, что мне Бог дал. Вот малое. И тогда люди стали понимать, либо твой ребёнок пойдёт в армию и будет сражаться наёмником где-то, рискуя своей жизнью, либо он будет любить свою корову, свою землю небольшую. Пускай будет делать ножички, но делать так, чтобы они были лучшие. Потрясающе. Из поколения в поколение люди воспитывали психологию, целую психологию, что, сынок, ты должен быть лучшим на рынке. Значит, твой ножик должен быть лучшим, твой сыр должен быть лучшим. Поэтому я тебе расскажу секреты, как лучше сделать ножик, как лучше сделать сыр, как лучше сделать часы, потому что будут конкуренты, и ты должен быть, опять же, лучшим. И мало-помалу ты завоюешь весь рынок. Удивительно, Швейцария сегодня самая богатая страна Европы. И отсюда появились от преизбытка уже экономических реалий, появились банки. Банки были как результат. Почему известные швейцарии сейчас банками? Они не вначале начали с банков, вначале начали с экономики. А потом появилось перепроизводство, появились финансы и появились швейцарские банки. Швейцарцы говорят опять, у меня их психология понравилась, я общаюсь, швейцарцы говорят мне, пастор швейцарский, и говорят, ну почему, говорят, наши банки несут люди деньги? Со всего мира. Миллиардеры и так далее несут доверие. Да, они говорят, потому что знают, что мало-помалу, но наши деньги, скорее всего, останутся здесь и через 100 лет, и через 200 лет, там какие-то цифры мне называли, я могу ошибаться, что если в начале 19 века кто-то вложил 10 франков в банк и забыл в швейцарский банк, там процент маленький, процент на процент, но уже сейчас бы это что-то измерялось чуть не миллиардами долларов. В России, например, в нашей стране, которую я искренне люблю, что еще делать, вот, там процент годовой, там может быть 10%, ну сейчас поменьше, 8% годовых. В Швейцарии нулевой процент сегодня, если кто-то положит в банк, а иностранец положит даже минусовой процент. И все равно люди несут в швейцарский банк, а не в русский. Почему? Нет стабильности. Потому что российские банки мыслят как? Много сразу денег захватим, но через 15 лет банк рухнул, или революция случилась. Нет стабильности. Вот это то, о чем здесь говорится, что мало-помалу, пока ты не начнешь размножаться. И наоборот, захватил много, большой процент, много, простите, такое нескромное слово, но оно неплохое слово, понты. Вот есть в русском языке слово... И еще пальцы показать. Да, да, да. Есть слово такой понт. И я увидел, что вся наша психология российской культуры, это понты. Даже, знаете, эти бояре делали длинные рукава раньше на картинах, бояре. То есть показывали, я не работаю, я особое сословие, я богатый человек. Работают рабы. Кстати, слово раб исходит, работа от слова раб. А теперь смотрите, по временам реформации, во времена приходит новая мысль. Когда Улифт Свингли возвращает, кстати, Мартин Лютер тоже эту мысль говорил. Он, вот как я сказал, молись и работай. То есть работа становится добродетелью. Работа, потому что, если мы смотрим на Библию, Бог создал Адама в Эдемском саду до грехопадения. Он сказал ему, не плодись, а возделывай сад. То есть труд сам по себе, он не проклятие. Труд. Проклятием стал результат труда. Потом он сказал, в поте лица будешь добывать хлеб. Но сначала труд, это благо. И когда реформаторы открыли эту мысль, они сказали, работать не стыдно. Мало-помалу. И даже это объединяет людей, богатых и бедных, которые могут вместе строить город, городскую стену. Это было, кстати, в Израиле. Что это не стыдно. Не стыдно, когда человек возделывает свой огород. И вот здесь сокрыты уже корни. Я дальше немножко копну. Что вот звери полевые, почему не имеют пощады? Если берем целые страны, то проблематика в том, что революция часто, это были вот звери полевые, которые разрушали любой успех, даже в странах больших. В нашу страну четыре раза трясла революция Россия. Четыре. В 1905 году, в 17-м две революции, и в 1991 году революции. А почему всегда революции? От социального неравенства. И моя мысль такова. Интересно, в протестантских странах, если посмотреть, не было социальных революций 19-20 века. Раньше были. А вот 19-20 век возьмем. Потому что там французская была. До французской еще. Это католическая страна. Католическая. В Италии были революции. В Испании. Католические страны Латинской Америки трясло революциями вот до сегодняшнего дня. Обратите внимание, нет революции. Ни в Канаде, ни в США, ни в Австралии. Тем более не в Швейцарии. В Швейцарии. Что интересно, что в Швейцарии были революционеры всяких мастей. Ленин собирал свой интернационал в Швейцарии. И швейцарцы не переживали по этому поводу. Вы собираетесь, думайте. Что хотите, делайте. Почему? Не приживались революционные идеи в странах с протестантским мышлением. Потому что протестантское мышление, оно подразумевало под собой. Да, ты можешь быть миллионером. Но более-менее социальное равенство. Потом богатые не надмиваются над бедными. Потом труд. Сам труд по себе. Украшает человека. Украшает человека. И вы знаете, вот эту разницу я увидел. И у нас в России наоборот. Человек только становится богатым. У него сразу появляются понты. Он сразу отдаляется от всех остальных братьев. И во времена лихолетия, трудных времен, бедные очень легко тащат на виселицу богатого, который на них собак спускал. За трехметровым забором жил. А я вот личный опыт имею. Однажды я сижу в Швейцарии. Мне делали операцию на сердце. Мои друзья помогли мне. И вот они мне дали отдохнуть в шале свое в горах. Мой хороший друг. И я в горах отдыхаю. В Альпах. В Альпах, да. Домик небольшой, деревянный. И смотрю в окно утром. Смотрю, бабушка ведет какую-то козу с дубцом. Как по-русски прям такой платочек ведет. Я смотрю, думаю, какие крестьяне интересные соседи в окно. Смотрю, дедушка выходит с бородой, рубит дрова. Ну все, я понаблюдал. Наступает утро, воскресенье. Приходит бабушка, стучит ко мне в дверь. Я открываю эту дверь. Стоит женщина. Она там говорит, меня зовут фрау такая-то. Я соседка ваша. Немецкая, они же немецкая речь. Да, да, у них немецкая речь. Это северная Швейцария. И говорит, вы гость нашего соседа, господина Майхетрия? Я говорю, да, да, я гость. Она говорит, угоститесь моим йогуртом. Сама делаю. Я говорю, ну спасибо, взял. Сейчас вы поймете, к чему я все веду. Я взял йогурт. Она ушла. Спасибо, спасибо, покушал йогурт. Смотрю в окно. Понедельник утро. Я заглядываю в окно. Смотрю, этот дедушка выходит на хорошем БМВ машине. В костюмчике, хотя у него бородка. И он раз куда-то поехал. Потом бабушка вот эта в хорошем костюме садится на дорогой автомобиль. Без понтов, но хороший автомобиль. Мерседес уезжает. Я смотрю, не пойму, что это за крестьяне такие. Мой друг приезжает. Я ему говорю, слушай, а что у тебя за соседи такие странные? Я не пойму. Вчера козу какую-то вели. Дедушка дрова рубит. Навоз откидывает. А сегодня на Мерседесах в костюмчике куда-то уезжают. Он говорит, а, это, говорит, владельцы одного из банков цюрихских. У меня вопрос. Я ему говорю, зачем им коза? Все я понимаю. Машина, все. Коза зачем? Зачем ей приносить мне йогурт? Зачем этот дед рубит дрова? Он что не может дров себе, чтобы ему заказали, если он миллионер? Зачем ей коза? И вот этот швейцарец мой друг говорит. Ты понимаешь, Павел, это не объяснить. Это в нашей культуре. Люди будут даже порой работать, миллионеры, чтобы просто их увидели соседи. Даже ради этого. Я говорю, зачем? Говорит, не знаю. Я говорю, она йогурт, может завод купить этих йогуртов. А она приносит мне, стучится, приносит. Сама сделала. Да. И он говорит, это, Павел, не объяснить. Это у нас в крови. Все, даже богатые, они где-то испытывают внутри, что им повезло больше в жизни. Поэтому мне нужно как-то завоевать сердца тех, кому повезло в жизни меньше. Павел, в тему по Швейцарии. Две недели назад мы с друзьями были в Швейцарии. Там же и в Цюрихе были, и в Альпах, по озерам там. Я уверен, что теми цифрами, которые я сейчас буду апеллировать, те цифры, они не знакомы для нашего зрителя. Доля банковского сектора, ВВП или GDP, как мы говорим, ВВП всего 4%. В Швейцарии? В Швейцарии. Серьезно, я не знал этих цифр. Конечно. В ВВП Швейцарии на сегодняшний момент 800 миллиардов. При 8 миллионах жителей. Не в обиду белорусам. Я страшно люблю белорусов. В прямом эфире говорю. Я люблю, уважаю белорусов. И тем более их бацьку уважаю. Бацька есть там такая. У них 10 миллионов. В Швейцарии по площади занимает меньше Житомирской области в Украине. Белоруссия намного огромнее страна, чем в Швейцарии. ВВП Белоруссии 45 миллиардов. То есть показатель уровня жизни даже рядом не стоял. Это я к тому, что, как ты говоришь, где ренессанс начинался. Это... В 16-е. В 16-е, совершенно верно. И где революции прошли. За сколько? За 4 столетия? Мало-помало. Мало-помало. Смотри. Я своему собеседнику, там же, где мы находились, говорю, сколько тоннелей в Украине. Начал думать. Говорит, ну не помню, там где-то в Карпатах один, по-моему, построил. Швейцария имеет 600 тоннелей. 600... О чем это говорит? Это показатель мощной экономической базы. Мощной. На первом месте... И у них нет ни газа, нет ни нефти. У них нет никаких полезных ископаемых. У швейцарцев, я имею в виду. Ничего этого нет. На первом месте, вы можете проверить эту информацию, я не из потолка беру. На первом месте в секторе экономики это высокоразвитое сельское хозяйство, но не банковский сектор. Банковский сектор всего 4% от GDP. Удивительно. Это удивительно. И то, что ты говоришь, что реформация, вот это был, это в том посеве, который этот реформатор сделал, Свингли, да, это был потенциал заложенный. Потому что это было от слова Божие. И потом оно выросло в огромное, как мы говорим. Павел, продолжай. И вот я просто мысль, может быть, закончу, что я живу в своей стране, я вижу ее, и я вижу, что боль как раз глубоко не в том, что у нас чего-то нет. У нас есть богатая страна, у нас много леса, у нас есть золото, у нас есть нефть. А я заметил, что психология, которая далека от слова Божьего, вот от этих принципов, которые мы вначале сказали, о том, чтобы мало-помалу развивать то, что ты любишь, а не просто использовать то, что тебе резко было дано. Нефть на, газ на. И вот это, и здесь, как говорится, что если земля быстро захвачена, то она становится пуста, характер пустой, и поэтому смотришь опять, богатые люди не знают, как этим управлять, надмиваются и так далее. И дальше говорится, что звери полевые восстают. Какие-то, я не понимаю, какие звери, но они разрушают то, что даже Бог дал. Но мало-помалу, но если мало-помалу, но стабильно заниматься тем, что ты любишь, я даже начинаю с того, что не хватает даже в христианском мире, даже психология христианского мира. Я удивился, что, например, очень часто встречаешь пасторов, у которых быстрый рост происходит. Происходит быстрый рост, все, смотришь, какая-то приходит надменность быстрая, как будто бы человек думает, что он особеннее, чем все остальные. Или он сделал это. Да, он это сделал. И не хватает простой элементарной скромности. И потом звери полевые восстают, реалии жизни, хоп, он делает ошибку, и все люди куда-то уходят. Ну, так же бывает, происходит. И нет милости, заметьте. Почему? Потому что земля была пуста. Поэтому мой, наверное, сегодня посыл общий и для телезрителей, вот открыть для себя эту мысль, что сначала мы работаем долго над базовым моментом воспитания учеников в церкви, как Иисус. Воспитывать базисную эту основу, команду, которая будет способна сначала расти медленно, а потом будет размножаться. Растить своих детей, пускай медленно, тяжело, кто же сказал, что легко, но вкладываешь, они растут медленно, но потом приносят плод тебе в умножение через хороших внуков, через следующее поколение. В бизнесе не надо разочаровываться, что если бизнес не идет сколько-то лет, но надо увидеть его и мало-помалу, мало-помалу, поднимаясь, потом зная, что в будущем будет плод. И вот это нам нужно ухватить, как верующим людям, потому что именно так мыслил Иисус, и эту мысль заложил во всю природу сам Бог. И дьявол, конечно, противится, противится духу умножения. Он хочет уничтожить, так как мы кошек умножаем, люди, кошки не размножаются, хотя могут. Или лес бы мог расти, но мы асфальт в асфальт закатываем. Вот надо нам увидеть в своем сердце, что Бог уже дал нам этот потенциал растить и размножаться. Это не будет легко, но в этом принцип успеха в дальнейшем. Бог ничего так не ценит в служении, в жизни человека. Скорее всего, по Писанию мы читаем, как Он ценит постоянство, верность и преданность. И вот глядя на это, если оно попадает, это целая тема для следующей программы, когда оно попадает в руки Божьи, оно умножается, как мы говорим, multiplication идет. И умножается, увеличивается, и расширяется, и прочие-прочие территории распространяются. Минута осталась. Мы час провели времени. Как одну секунду. Как мы заканчиваем одну минуту, я не знаю, Юрий. Вы, наверное, знаете. Твое пожелание. Вот у тебя одна из телекамер здесь. Дорогие телезрители, для меня большая честь, что мы сегодня могли провести этот час вместе с вами. Большая радость, что вы могли смотреть эту программу. Каждый, кто не переключил на другой канал, вы являетесь человеком, ради которых мы сегодня, возможно, и говорили на эту тему. Несите Слово Божие дальше и попробуйте принять эту мысль, которую сегодня мы несли с Юрием. Эту мысль о том, что Бог дает нам сначала рост, потом умножение. Не теряйте эту мысль. Храните свое сердце. И пусть Бог мало-помалу размножит вас, детей ваших, ваш успех и вашу церковь. Спасибо, Павел. Спасибо, Юрий. Спасибо. Ты приглашен уже наперед. Спасибо. Поэтому, они там, когда ты у нас, пожалуйста, welcome на канал, на импакт. Поэтому Бог да благослови тебя и в служении, и в твоих, так сказать, в твоей деятельности христианской, церковной, и в служении. Бог да благослови. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Мы беседовали, мы говорили, вы услышали. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Будьте благословены. Оставайтесь с нами на импакте. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова